Посмотрите, какой потрясающий пирог мы с вами приготовили. Это шедевр грузинской кухни, который называется Ачма. Он еще очень горячий, но я спешу показать, как он выглядит на среде. Вся кухня заполнена ароматом плавленого сыра. Мы сделали порционные куски, но сыр расплавился и заполнил все надрезы. Ну а теперь посмотрите, какой пирог у нас получился. Вот такая Ачма у нас получилась. Я надеюсь, вам понравится наш сегодняшний рецепт. Вы будете готовить вместе с нами. Поехали! Привет! С вами Домашняя Кулинария. Сегодня наконец-то я приготовлю настоящий рецепт Ачма по-грузински. Это очень калорийно, но невероятно вкусно. Для этого нам понадобится тесто и начинка. Готовлю я тесто сразу на столе. Вы можете взять любую миску, в которой вы готовите тесто. И приготовить тесто в миске. Я сразу на стол должна буду просеять муку. Делаю в муке вот такую вот воронку. Сначала все это я должна буду посолить. И в муку мы добавляем яйца. Тесто для Ачма готовят из яиц и муки. На каждое яйцо уходит 100 граммов муки. Сегодня я буду готовить тесто на желтках. Для начала мы добавим тесто 1 яйцо. И для этого количества муки нам понадобится еще 4 желтка. Белки мы откладываем. А с желтками мы замешиваем тесто. Такое тесто получается очень нежным. Так как коржи мы будем отваривать, с таким тестом работать очень удобно. Ну вот, посмотрите, какое тесто у меня получилось. Оно скорее крутое, чем тесто средней плотности. На 2 стакана муки, а стакан у меня 250 граммовый. То есть муки было 320 граммов. У меня пошло 4 желтка и 1 яйцо. Соотношение муки и яиц зависит от размеров яиц и от свойств муки. Вот такой крутой тесто у нас получилось. Я заворачиваю пищевую пленку или можно поместить в миску с закрытой крышкой. И оставить тесто хотя бы на 30 минут. Вот я оставляю тесто на столе. За это время я приготовлю начинку и покажу, что я делаю дальше. Ну а за это время, что отдыхает наше тесто, мы приготовим начинку. Начинка у нас будет 3 вида сыра. Это для любителей грузинской кухни. Здесь очень много сыра. В рецепте Ачма очень хорошо подходят молодые кавказские сыры. Это сулугуни, брынзы и другие. Я взяла 3 вида сыра. В нашем рецепте понадобится 600-650 граммов сыра. Я натираю на крупной терке и покажу, что я делаю дальше. Натираем сыр. Вот столько вот одного вида сыра у нас получилось. И все это переносим в удобную нам посуду. Ну и вот последний сыр я закончила натирать на терке. Вот столько его получилось. Перемещаю в мою емкость и покажу, что я делаю дальше. Ну и последняя заготовка, что мы должны сделать. Вот у меня сливочное масло. Здесь ровно 500 грамм. Я должна буду взять 1 третью. Приблизительно 150 граммов масла растопить на газовой плите. И перейдем готовить нашу Ачму. Тесто наше уже отдохнуло. Я подпыляю стол. Разделим тесто на 6 частей. И будем очень-очень тонко их раскатывать. Сначала вот раскатаю в такой жгут. И разделю на 6 равных частей. Каждую часть теста мы закатаем вот в такую шайбочку. И начнем раскатывать тесто. И начинаем раскатывать. Сначала берем одну часть теста. Раскатаем его диаметром 20-25 сантиметров. Ну вот приблизительно в такой круг мы должны раскатать. Раскатаем все 6 частей нашего теста. Ну а потом будем раскатывать все вместе. Я закончила раскатывать 6 пластов теста. Для этого будем раскатывать все вместе. Складываем все 6 пластов. И между пластами вот так обильно надо будет посыпать мукой. Чтобы пласты ни в коем случае не прилипли. И время от времени будем проверять. В случае необходимости снова досыпать мукой. Ну и вот так вот будем раскатывать сразу 6 слоев. Сначала надавливаю руками. Ну а затем скалкой раскатаем очень-очень тонко. У кого есть навыки раскатывать тесто тонко по одному. Могут раскатывать по одному. Ну вот посмотрите как тонко мы раскатали наше тесто. Вот так встряхиваем, избавляемся от лишней муки. Складываем. Так как тесто у нас отдохнуло и за 30 минут оно стало настолько эластично, что раскатывать их так тонко не составляет особого труда. Ну вот наши коржи или наши слои теста, масло и сыр. Теперь мы переходим к следующей стадии. Это мы будем заваривать наше тесто. И я покажу как я это делаю. Ну а теперь начинаем заваривать тесто. Для этого мы берем большую кастрюлю, в которой уже закипает 3-4 литра воды. Куда я добавляю одну большую ложку, одну столовую ложку соли с горкой. Все хорошенько перемешаю. И еще я параллельно приготовила миску с холодной водой. А теперь берем каждый пласт моего теста и опускаем в воду. Завариваем буквально 30 секунд. И обычно я это делаю с ситечком, помогая себе шумовкой. И через 30 секунд вот так достаем наш пласт теста из кипятка. Переносим его в холодную воду. И после чего этот пласт теста я переношу на салфетку. И точно так же я буду заваривать 4 пласта моего теста, так как первый и последний пласт нашей хачмы мы оставляем сырой. Ну вот так вот опускаем в кипящую воду, оставляем на 30 секунд. И достаем шумовкой или ситом. Переносим в миску с холодной водой. И на салфетку. Начинаем формовать наш пирог Атма. Для этого берем форму для запекания. У меня размером 20 на 30 сантиметров. И равномерно смазываем масло. Берем первый слой теста, который не обязательно, чтобы соответствовал размеру нашей формы для запекания. Мы ее вот так вот подгоняем. И искусственно создаем складки. Во время запекания сыр расплавится и равномерно вот так потечет по складкам. А теперь снова масло. Вот так вот щеткой я размазываю масло. Ну и сверху сыр. Атма это шедевр грузинской кухни. Сюда очень много уходит сыра. Ну а теперь мы сверху должны будем постелить уже слой теста, который мы заварили. Ну вот такой вот он получается. Мы снова смазываем маслом и равномерно распределяем сыр. И снова берем заварной слой нашего теста и вот так вот создаем складки. Ну вот так вот красиво должно у нас получиться. Ну вот у меня уже последний заварной пласт, который я тоже смажу маслом. И должна буду посыпать сыром. После чего закроем наш пирог качма сырым слоем нашего теста. Ну и последний слой. Этим слоем мы вот так вот закрываем ачма. Ну вот посмотрите, что у нас получилось. Вот так мы его закрыли. Мы смажем его последними ложками масла. И вот в таком виде можно его уже отправлять в духовку. Но тогда корочка у теста будет очень сильно хрустящая. Поэтому и сверху я распределяю тертый сыр. Ну и последний сыр я вот так вот равномерно распределяю поверх нашего пирога. И отправляю в холодильник хотя бы на 30 минут. После чего мы отправим в духовку на 30-35 минут. Я обязательно покажу, что у нас получилось. Ну и вот так вот после того, как весь сыр мы распределили поверх ачмы, мы отправляем его в холодильник хотя бы на 30 минут. После чего отправляем в духовку на 35-40 минут. У нас получится потрясающая ачма. Отправляю в холодильник, потом покажу, что я делаю дальше. Делаю из холодильника через 30 минут. И прежде чем отправить в духовку, я делю наше ачма на порции. Сначала вот так вот пополам. Ну и все, после того, как я разделила его на порционные части, отправляю в духовку при температуре 190-200 градусов на 35-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке до готовности. Я обязательно покажу, что у меня получилось. Посмотрите, какая ачма у нас получилась. Здесь еще кипит масло. Это очень горячий при этом. Вся кухня заполнена ароматом сплавленного сыра. Это калорийное, но очень вкусное блюдо. Этот пирог получается бесподобный. Я обязательно покажу, как он выглядит на срезе. Сейчас он очень горячий. Я надеюсь, вам понравится наш сегодняшний рецепт. Вы будете готовить вместе с нами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Звоните в колокольчик, делитесь в соцсетях. Всегда ваши, всегда с вами Домашняя Кулинария. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok